До 1 июля стоимость содержания запорожских домов не будет увеличиваться. Временный мораторий на повышение тарифов на услуги жилищников сегодня приняли депутаты городского совета. На очередной сессии побывала Ирина Семенченко. В повестку дня вопрос о моратории на повышение тарифов на содержание дома попал в последние минуты перед заседанием. А вот вопрос, который планировалось сегодня рассмотреть об утверждении новых договоров на предоставление жилищно-коммунальных услуг, наоборот, из повестки был исключен. По словам мэра, выяснилось, что это регуляторный акт и без обсуждения с общественностью его принимать нельзя. То есть мы должны не просто обговорить это на комиссиях и с коммунальными предприятиями и управлениями житлового и коммунального хозяйства. Мы должны эти проекты договоров вынести на загальное обговорение жителей города, а также предприятия организации, которые используют эти услуги. Остальные вопросы повестки проголосовали быстро. За исключением нескольких, все приняли пакетом без обсуждения. Более детально остановились на корректировке бюджета. Утвердили внутренний займ в размере 25 миллионов гривен и перераспределили деньги внутри бюджетных статей. Средства, высвобожденные путем перераспределения, пойдут на социальные программы. Наиболее крупные статьи, которые необходимо назвать, это проведение реконструкции госпитального отделения во второй городской больнице. Так, это сумма более 300 тысяч гривен. Это работы по реконструкции в третьей городской больнице, тоже сумма порядка 300 тысяч гривен. И серьезные работы по 294 детскому саду, который мы будем вводить в эксплуатацию. Это будет еще один новый детский сад в городе. Популярный шаг, запрет на повышение тарифов на содержание домов, депутаты сделали последним. При этом даже успели поссориться, кому принадлежит авторство идеи и кто о народе больше печется. Коммунисты обиделись на регионалов, мол те поступают нескромно, упоминая название партии в проекте решения. В данном случае решение должно быть представлено как депутатов городского совета. Регионалы отстояли право запрещать повышение тарифов голосованием. От этого суть решения не изменилась. Тарифы на содержание дома заморожены на три месяца до 1 июля. За это время в мэрии намерены разработать новую модель работы с тарифами. Два-три месяца мы будем создавать новую модель, при которой люди, первое, будут получать качественные услуги, своевременные услуги, и второе, каждая копейка заплачена жителям города Запорожья, будет понятно, куда она израсходована. В моратории коснется домов, для которых тариф еще не изменялся или находится на рассмотрении. Остальным, чьи повышенные тарифы уже утвердил исполком, остается полагаться только на обещание власти контролировать все расходы по содержанию их домов. Тариф для них пересматриваться не будет.